Мы поговорим о самой эпохе постмодерна. Вы не удивляйтесь, что сзади является фоном работа Канни Уэста, которая была использована для его клипа «Families», где лежат люди на огромной кровати. Итак, немножечко вам таких вот чистых данных. Возникший как антитеза модернизму, открытым для понимания лишь немногим, что постмодернизм облекает все в игровую форму, нивелирует расстояние между массовым и элитарным потребителем, не заводя элиту в массу. И это очень важно. Они в тот момент пытались сломать вот это восприятие, что есть элита, а есть люди, которые, грубо говоря, хавают. И то, что людей можно заставить элиту опуститься до какой-то низменной вещи при помощи искусства. Когда провокация настолько тонкая, настолько толстая, что она становится тонкой, да? То есть это как сейчас с мемами. Раньше было то же самое с художником. Художники делали свои мемесы. И, наверное, самый жесткий мемес, который был, это, так сказать, проект «Мерда д'Артиста» от Пьера Монзони. Скажите, ну, знаете, да, что это? Если кто не знает, это проект, я буду назвать проектом, потому что это очень комично звучит, который называется на русском языке «Дерьмо художника». В чем суть? Пьера Монзони в баночке упаковал свой кал. И все бы ничего, ладно, да, там много сумасшедших, которые делали это и раньше. У нас в «Зеленом слонике» и не такое творили, да? Но почему-то Пахом не стал пьером Монзони. Так вот, а в чем суть? Суть как раз в том, что в тот момент постмодерн, уже себя проявлявший как общество потребления и как то, что объект может стоить денег и тиражироваться, но при этом оставаться искусством, потому что человек назвал это искусством, а не художник создал это. Монзони эти баночки выставил по стоимости золота. Вот 30 грамм этой баночки стоило ровно как 30 грамм золота. И единственная суть, единственная ценность этого проекта в том, что он нивелировал понятие предмета, и вот это отношение, что, извините, дерьмо, стоит как золото. И вот это очень важно, потому что в истории именно такие вещи за счет очень жесткой провокации, за счет какого-то вот этого желания человека поспорить, сжечь, выбросить, оно меняет его восприятие, потому что все равно купили, понимаете? Если бы не купили, мы бы об этом сейчас не говорили, но это стоит потрясающих денег. По-моему, сейчас на Сотбис, Сотбис самый высший аукцион, который продает культурное наследие. Я не побоюсь это сказать, культурное наследие, не знаю, до нашей эпохи, там, не знаю, возрождение продают, там вообще антикварные какие-то сумасшедшие вещи, и они продают это говно, и говно это продалось за 124 тысячи евро, вот последняя продажа, насколько я помню, 124 тысячи евро. Квартиру можно купить на эту банку говна, понимаете? И вот в этом суть, то есть почему люди, да, вот бомбят то, что я не понимаю это искусство, я не хочу его понимать. Да господи, если ты смотришь на картинку, открываешь гугл и видишь, говно артиста закрываешь, о чем с тобой может быть разговор, братан, да? Типа ты быдло, потому что быдло не хочет понять суть вещей, оно не хочет понять контекст, и в этом сложность. Почему сложно вести диалог с людьми? Потому что мало кто из людей хочет, изначально готов на диалог, у человека есть свое мнение, и он срал на твое. Он говорит, я знаю лучше тебя, я сделаю лучше тебя, ты должен следовать за мной, неважно, там, заказчик это, какой-то преподаватель, кто-то еще. Люди с вами изначально не согласны до вступления в диалог. То же самое происходило в искусстве. Поэтому любые примеры, которые я вам сейчас рассказываю, в первую очередь цены тем, что они произошли. Не тем, что каждый должен это повторить. Давайте на этом условимся, пожалуйста. Не нужно повторять мои примеры. Работа моей можете повторять, хоть я это не очень люблю, примеры, пожалуйста, не надо. Так вот, полуэпохи прошло, а кто-то нихуя не понял. И на этом я продолжу. Что сейчас? Произошло следующее. Мы возвращаемся от этой далекой истории, которая нам кажется, возможно, неинтересной, очень выборочной, селективной, как я вам ее показал. Мы пришли к чему? К тому, что эпоха постмодерна раскрылась в полную вот эту мощь сейчас. Раскрылась почему? Постмодерн, он объяснил людям то, что вещь может стать искусством. И вещь можно тиражировать. И не нужно всю жизнь сидеть в мастерской, чтобы писать картину, чтобы стать художником. Ты можешь назвать искусством что угодно, объяснить свою позицию, пойти против системы, стать хайповым, как мы бы сейчас назвали, и стать легендой. Ты можешь тиражировать свое искусство. Да, там, пожалуйста, поп-арт, господи, Уорхола, посмотрите, там, Суп Кэмпбеллс, господи, примеров миллион. Это эпоха постмодерна. Она себя раскрыла. 200 лет назад об этом не могло идти речи, потому что не было технологической возможности. Сейчас это происходит везде. И вы можете это игнорировать, вы можете это считать, да, неинтересным. Но те вещи, о которых я сейчас вам говорю, они актуальны, во-первых, во всем мире, и, во-вторых, это вещь, о которой нужно знать, работая дизайнером, художником, иллюстратором, кем угодно, чтобы ваша карьера была в течение ближайших 10 лет более-менее успешной. Если вы считаете иначе, продолжайте меня слушать, потому что каждый раз я буду показывать, что вы нихуя не поняли, и это будет про вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!